Добрый день! Сегодня у нас в Бельгии замечательная погода, наконец-то пришла весна. Я еду на работу, хочу вас сегодня познакомить с Юрием, 83 лет. Он уже второй раз к нам приезжает, но решили снимать только сейчас. Юрию в Москве поставили диагноз рак легких, причем поставили его, проведя плановое КТ, компьютерную томографию. Такое исследование, которое чуть посложнее, посовременнее рентгена, когда картинку смотрят, и вот у него на этой картинке нашли затемнение в легких, и на его основании поставили предварительно диагноз рак легких. Для уточнения этого диагноза в Москве ему предложили провести хирургическую биопсию. Это когда надрезают, забираются в это легкое, берут клетки, и потом смотрят под микроскопом, что же там такое, все-таки это онкология, не онкология, как с этим быть дальше. Но с учетом того, что все-таки пациент у нас 83 лет, и у него 10 лет назад была операция на открытом сердце, он и его семья побоялись, что он просто может такую диагностику не пережить. Тогда они обратились к нам с задачей провести диагностику и обследование без хирургического вмешательства, но при этом, чтобы это все было полностью достоверно. Вот я подъехала к дому Юрия, сейчас пойду его встречать. Но вот продолжение нашей истории, да расскажу вам, значит, в Бельгии в итоге мы провели целый ряд исследований, таких как МРТ, ПТКТ, компьютерная томография, там всего организма в целом и органов по отдельности. Но для человека далекого от медицины это, конечно, все очень такие непонятные слова, но в итоге это просто сводится к тому, что врачи применили весь современнейший арсенал, который есть в наличии диагностический, для того, чтобы не брать руки в скальку, но при этом заглянуть все-таки внутрь, что же происходит. Вот то, что получилось, у Юрия обнаружили в легких жидкостях, то есть, скорее всего, это связано с его проблемами с сердцем, поэтому врачи назначили ему лечение по сердцам и такое специальное лекарство для осушения легких и отправили на месяц домой. Вот сейчас он у нас возвращается, мы будем проводить повторную компьютерную диагностику, потому что вполне возможно, что вся эта ситуация у него спровоцирована именно проблемой и сердца, и легких, потому что вот эти воспалительные процессы в легких, они точно так же дают затемнение, такие темные пятна, похожие на такие же пятна, которые дает онкология. То есть, вполне возможно, что сегодня у нас вообще, как говорится, все окажется и очень хорошо, никакой онкологии, может быть, вовсе и нет. А это Юрий. К сожалению, у меня очень плохая память на отчество, потому что здесь... Георгиевич. Георгиевич. Вот, а что здесь это совсем не принято. Я знаю. Поэтому я сегодня ломала-ломала себе голову и поняла, что я его не помню. Вот, мы приехали в клинику ИРАЗ, мы вот на парковке. Вот, сейчас пойдем делать нам нужные исследования. Вот, компьютерную томографию, тест нагрузку дыхательную, покажем, что это такое, с чем это едят. А еще у нас есть такая вот волшебная машина. Вот, поскольку коридоры в клинике огромные совершенно, вот только это вот начало, основное здание, да, коридоры у нас огромные, поэтому мы поедем вот так вот с комфортом, чтобы экономить силы на важные вещи. Зоехали в клинику. Сейчас мы будем регистрироваться. Вот, мы подъехали. Сейчас будем проходить регистрацию. И параллельно Юрий Георгиевич с нами немножко расскажет о себе. Мне после болезни там предполагалось, что у меня хрупостное воспаление легки. Ну, значит, сделали рентгенографию, это не подтвердилось. Но через некоторое время врач мне звонит, ой, вы знаете, вам надо обязательно, значит, томография, и надо сходить к конколу. Ну, ладно, хорошо, у меня воображение слабое, а то сразу к конколу. Ну, и пришел я, значит, сделали мне томографию, причем без красящего вещества. Я, значит, прихожу к конколу. Ну, я думаю, что она видела томографию. Или нет, я не знаю. Но она, значит, говорит, о, все понятно, значит, вам нужно сейчас сделать колоноскопию, и потом мы вас отправим к хирургу на взятие функции. Я говорю, а зачем колоноскопии-то? Где легкие, где, извините, она говорит, ну, а может, у вас там самое оно, а здесь просто метастазы. Ну, я решил, что как-то это очень скоропалительно. Поэтому вот, слава богу, Катя меня приняла здесь. А здесь я, я не знаю, сколько мне было. Раза три уже сделали томографию, нет, больше. Они мне в сердце посмотрели, томографию, и анализ полный несколько раз делали. Причем томографию делали и такую, и с краской. То есть есть колоссальная разница в обследовании. Я не знаю, может, результат будет один и тот же, но результаты наверняка будут один и тот же. Ну, все там были. Но все-таки хочется быть там не так быстро. Спасибо огромное. Вот мы подъехали в отделение радиологии, там, где делаются исследования. Вот мы идем на компьютерную томографию. Здесь все очень удобно, потому что здесь вот по стене линии разных цветов и по полу линии разных цветов. Вот мы идем в конец голубой линии проводить наше исследование. Все очень удобно, чтобы не ломать себе голову, какая там 10-я, 20-я дверь, что на ней должно быть написано. То есть вот мы подъехали, вот в такой вот, помните, ожидание. Дальше вот переодевается. Это нас позовут будет в нашей очереди. И посмотрим, что это за такой аппарат КТ. Сейчас нам нужно будет раздеться. Только оставить майку. Можно простую майку оставить. И во время исследования нужно будет задерживать дыхание. Можно оставить аппарат. Можно оставить. Потому что все доходи. Вот может быть даже нам машину поставить на русский язык, если русский язык есть в программном обеспечении. Так что сейчас мы узнаем это все. Все, все, дали инструкции. Сейчас мы ждем вот такой вот комнатки ожидания. Даже с нашим троном пустили. Так что вот там вот дальше этот страшный зверь, компьютерная томография. Нас позвали. Машину поставили на русский язык. Она, оказывается, у нас умная и говорящая. И вот мы поехали. Она поднимается. Когда машина будет просить, вы полностью набираете легкие воздухом и задерживаете дыхание. Потом, когда она разрешает, отпускаете. Руки за голову. И все, мы поехали. То есть исследование будет длиться где-то 10 минут. И в результате у нас будет красивая картинка легких со всех сторон. Ну вот пока Юрий делает свое исследование, свою компьютерную томографию, и я пока его сейчас подожду. Вот на те исследования, на которые внутри нельзя находиться, сопровождающим у нас, просят подождать в коридоре. Но мы всегда рядышком. То есть вот мы как бы буквально вот за этой дверью. То есть если вдруг какие-то вопросы, мы всегда рядом. Но поскольку там все-таки рентгеновское излучение, то нужно, чтобы мы все-таки тоже не получали каждый раз огромную дозу. Вот мы приехали в отделение пульмонологии. Сейчас ждем мы теста нагрузки. Как у вас настроение вообще? Нормальное, хорошее. Чего с плохим это? Возят меня, понимаешь, тут. Я последний раз в коляске ездил, наверное, ну сколько, 83 года назад. Да-да-да. Ну вот сейчас будем готовиться, будем дышать. Это, конечно, такое, надо подготовиться. Это непростая такая история. Я всегда, когда смотрю, я думаю, боже, как тяжело это все. Ну вот посмотрим. Расскажете потом, как это реально было тяжело. Не запугивайте, не запугивайте. Вот, а вот за нами пришли. Значит, на нос она сейчас одевает специальную защитку. Вот. И будете дышать по ритму, который она будет показывать рукой. Вверх, вниз, вверх, вниз. Просто обычно. То есть не надо сначала, не надо никакой нагрузки. Плечи остаются на месте. Вы обычно просто дышите через рот. Нос у нас получается прищепкой закрыт. Вы вот эту вот штуку вставляете в рот. Вот такую вот у нас пластиковая такая вот штуковина. И дышите. И, как я уже говорила, периодически машина будет такое ощущение, что блокировать. Это вот как клапан включается, но это так и задумано. То есть вы продолжаете дышать нормально. В конце вы полностью выдыхаете, когда она показывает, то есть вы дышите, дышите, потом она говорит, опускает руку, это значит, что нужно выдыхать то, что в легких. А потом вы, значит, после того, как она поднимает руку, резко набираете воздух в легкие и обратно его весь выдыхаете. Я не могу. Вы не переживайте, она все это еще будет показывать. То есть все не так сложно. То есть так вы в курсе того, что мы будем делать. То есть вот это вот в рот мыкнуть. Все, полностью глубже, глубже, глубже. Глубже, полностью. Прямо вот его, как загубник. Как загубник для плавания. Зубы за другой стороной части пластика. Закрывайте рот. Рот должен быть полностью закрыт. Нет, надо полностью, чтобы зубы не было видно. Вот теперь у нас часть исследования с закрытой дверью. И начинаем дышать. Вверх, вниз. Выпускаем, выпускаем. Выдыхаем, 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 выдыхаем. Выдыхаем еще, еще, еще. Полностью. Набираем. Выдыхаем, выдыхаем. До конца, до конца, до конца, до конца, до конца. Все, отлично. Можно изо рта вынуть пока эту штуку. Вынимайте, можно отпустить пока. Это еще не конец. Это вот первая часть исследования только. Сейчас она введет данные. Будем продолжать. Набираем, набираем, набираем. Выдыхаем, выдыхаем полностью, полностью. До последней капли воздуха, чтобы ничего не оставалось. Еще, 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 еще. Окей, это все. Чудесно. Сейчас точку. Вот можно, сейчас еще отдыхаем чуть-чуть. Ну как, тяжело? Не самое тяжелое в жизни. Ну, так же, на основании этого доктор уже определяет, насколько у нас легкие, насколько у них объем достаточный, насколько у них сила есть. Есть, и если вдруг нужно будет лечение, там, вот лучевая терапия и так далее, это очень важный показатель, потому что легкие при лучевой терапии получают определенную нагрузку, определенный отек. И когда легкое отекает, то, соответственно, в него меньше воздуха попадает. И вот этот как раз тест позволяет оценить, насколько резерв есть. Значит, доктор у нас попросил еще дать специальное, вот вы должны вдохнуть вот это вот вещество. Это разжижающее бронхи вещество. Мы потом после этого еще чуть-чуть втягиваю, 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 втягиваю. Не сильно так? Четыре раза. И теперь три раза без вещества, просто вдыхаете, выдыхаете. Цель этого разжижается немножко бронхи, и после этого делается то же самое исследование, только уже на фоне препарата. То есть это у нас доктор попросила. Но у нее уже спросим, как бы, цель, да, то есть зачем это нужно. То есть это уже комментарий дает врач. Значит, у вас какой вопрос? Какой у меня объем легких? Если вы уже знаете, какой волюм от пума есть? Какой у меня есть? Сейчас нам дадут копию самого протокола. Потому что я знаю, какой был. Ага, это интересно. Вот у нее в процентах указано. То есть вы на выдохе 83% выдыхаете от нормы. И когда он спирит, вы знаете, что это значит? Потому что я думаю, что это интересно. В нормальном это 4 литра. 4 литра. У вас объем в нормальном состоянии 4 литра. Было 5. Когда он был более молодой, это было 5. Это было бы много. Да, но для вас это 4, это еще много. Да что пока? Я думаю, что вы дышите хорошо, выдыхаете. Так что вы отлично справляетесь с заданием. Ну все, пойдемте ждать тогда. Вылезаем? Да, вылезаем. Вот мы ждем следующую часть. Или я бы причесался и сделал макияж. Нет, это было бы тогда райель куста. Нет, нет, нет. Так что не нужно. Для натурель. Да, да, да. А, кстати, вы знаете, почему в России предложили вам вот эту вот коломоскопию делать, а здесь нет? Почему? Потому что вам здесь сделали такое исследование, которое называется PET-КТ. Вот эта вот позитронно-эмиссионная томография. Когда, помните, вводили такое вещество еще в вену, да, и, как говорится, смотрели. То есть то, которое оседает на разных органах. И когда они как раз, помните, говорили, что будет ли оно оседать где-то еще или нет? И оно позволяет как раз избежать, делать, ну, потому что можно сделать коломоскопию, можно потом начать проверять печень, потом пищевод, потом, ну, то есть, может же быть исходная онкология откуда угодно, если думать, что это метастазы. Правильно? А вот это вот PET-КТ, оно позволяет посмотреть, где в организме светится или не светится. Нет, я так и понял их, когда они мне сказали. Да. Дело в том, что когда я был в прошлый раз, я явно был немножечко болен. Во-первых, меня все время знобило. Я кашлял. Я приехал в Москву, и вот за те сколько-то, 20 дней, которые я кашлял, у меня прошел. Так что я сейчас, я это к чему говорю, что вот вы говорите, что может где-то воспаление могли они обнаружить. Ну, вот, может оно и было. Ну, сейчас попозже узнаем сегодня. Самый лучший результат нашего обследования будет такой, мне сказать, слушайте, не занимайте наше время, идите отсюда симулянт. Вот я, честно говоря, тоже с удовольствием. Буду очень рада, если вот такое вот будет, что говорит, давайте-ка вылечили воспаление и езжайте-ка вы домой. Абсолютно с вами согласен. Все то же самое, то есть вот мы дождались, начинаем, повторяем все то же самое только после действия препарата. Поэтому снимать я бы не буду, потому что, ну, интересного дальше мало, потому что все будет повторяться. Идем за результатом. Да. Вот. Мы идем получать результат, что же у нас получилось. Вот, у нас замечательный доктор. Здесь мы, к сожалению, видео делать не можем, потому что это консенсальная информация. Доктор у нас замечательная, к ней бельгийцы стоят в очередь просто толпой. Вот. Ну и потом, говорится, узнаем новости. Вот у нас сегодня радостная новость. У нас сканер показал, что жидкость у нас уменьшилась. Вот на самом деле это прекрасное вообще заключение. И ты стал улыбаться. Да. Отлично совершенно. Как у вас настроение? Приятно слушать? Хорошее настроение. Ну, замечательно. Вы знаете, на самом деле, я совершенно не верил, что это что-то, что это какая-то онкология. У меня была тоже практически умрена, но я не знаю почему. Я тоже. Я не верил в это. Ну вот. Вот я говорю, может быть, из-за того, что я не верил, оно и уменьшилось. Может быть. Но я думаю, время тоже поблагодарить доктора за такое подробное. Ну, это вообще... Можно сказать, Новый год у нас начался. И здесь, voilà, merci beaucoup, доктор. Це quasi как на фэд дунувэлл ан, дунувэлл вий, donc voilà. Откуда? Voilà. Увидимся через два месяца для контроля на всякий случай, что все у нас так идет, и сердце у нас остается в прежнем рабочем состоянии, и вся эта штука должна у нас растаять окончательно. Ну вот, а так, в любом случае, раковые вещи так не тают сами по себе. Вот мы и попрощались с Юрием. Всегда очень радостно, когда история с таким положительным концом. Всегда очень радостно и тепло на душе, когда так получается. К сожалению, так бывает не всегда, но, тем не менее, в такие моменты всегда хочется очень ликовать и радоваться. Мы покажем вам и другие случаи, сходим еще и в другие клиники, и на другие процедуры, так что подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, рассказывайте обо мне своим друзьям. Если хотите, жмите на колокольчик. И до новых встреч, и до новых историй. Субтитры подогнал «Симон»!